Федеральные средства не привлекаются, темпы строительства объектов плохие, работа признана неэффективной. Губернатор раскритиковал руководство областного министерства спорта. Ведомство представило свой отчет на оперативном совещании, но к каждому пункту большие вопросы. Ледовая арена в Коряжме – один из самых крупных объектов спортивной инфраструктуры области. Правда, темпы строительства здесь нельзя назвать высокими. Убедился в этом и глава региона, побывав в Коряжме в рамках рабочего визита на юг Поморья. Досадным, по словам Александра Цибульского, стало то, что профильное министерство к ледовой арене проявляет меньший интерес. Я на объекте в Коряжме в этом году был три раза. У вас там не было во время их визитов ни разу. И подрядчиков я специально спрашивал, что министерство спорта не приезжает. Поэтому я понимаю, но это один из важнейших объектов, проблема с которым огромна. По словам губернатора, еще один объект – тренировочный манеж на стадионе Труд, возведенный за счет областного финансирования, введенный в эксплуатацию практически на год позже установленного срока. А вот привлечь федеральное финансирование на пять проектов в рамках государственно-частного партнерства министерству и вовсе не удалось. Поддержка ноль со стороны министерства. КПА вашей работы ноль. Ноль федеральных средств привлечено. Деньги были. Почему мы проиграли? По словам руководителя министерства спорта Андрея Багрицова, субсидии можно было получить по федеральному проекту «Бизнес-спринт», который предполагает поддержку предпринимателей, возводящих спорт-объекты. Но только в случае, если доказана коммерческая выгода для инвестора. Коэффициент экономической эффективности, он везде был ниже единицы. Вот это самое главное. Очень плохо. Значит, так подготовлен проект. Значит, надо было готовить такие проекты, где эффициент будет другой. Дело в том, что мы не смогли найти предпринимательства. Знаете, это такая, в пользу бедных рассуждения, да, такой плащ Ярослава. Ну почему-то у нас образование строится по концессиям, у нас культура строится по концессиям. Кто работает с министерствами, нормально отрабатывает, те получают деньги. Вы единственное министерство, которое ноль получило, провалили полностью пять проектов, которые должны были реализовываться, на которые мы очень рассчитывали. Александр Цибульский также отметил, что работа министерства уже второй год подряд признается неудовлетворительной. Алексей Макеев, Регион 29